Девочка-пай Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск передачи событий, который подготовили воспитанники Дворца Творчества у Вознесенского моста. 1 марта на сцене концертного зала «Карнавал» состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею нашего дворца. Напомню, детскому учреждению исполнилось 85 лет. На встречу побывала Эльвира Ойрах. Пожалуй, это было самое трогательное поздравление с юбилеем. Возможно, потому что дата действительно большая. Далеко не каждый дворец может похвастаться таким солидным возрастом. А может, потому что поздравляли дети и те, кто уже вырос. Но оказавшись на сцене, вновь почувствовал себя ребенком, который когда-то занимался в этом дворце. Мы очень счастливы, что мы здесь занимаемся. Очень близкий, родной нам действительно дом. Желаем ему счастья, дальнейшего процветания и успехов. Вообще, я восхищена, конечно, сколько детей занимаются в этом дворце. Моих детей я тоже в 10 лет двоих отвела на занятия в этот домик, как они его называют. И они вышли оттуда и поступили в театральный институт. Потрясающее впечатление. Все замечательно выступали. И массу эмоций получила не только я, но также моя дочь. У меня полный восторг, счастья, мира, здоровья, благополучия всем, кто вот это все создавал. Я объясняюсь в любви нашим педагогам. Я объясняюсь в любви нашим детям, которых много. Сегодня на сцене только более 500 человек. А всего у нас около 6 тысяч. И я объясняюсь в любви тем детям, которые занимаются в наших учреждениях. Мира и счастья вам на долгие годах. Прощай мне на себя. Мир, благо, радость, мир на себя, на себя. Мира и счастья вам на себя. Мы продолжаем рассказывать о педагогах и детях нашего дворца. На этот раз в рубрике «Творческий подход» речь пойдет о школе раннего развития. Маше всего 5 лет. Из них 3 года она учится в школе раннего развития под названием «Черепашка». Одно из самых любимых Машиных занятий – ритмика. Ведь здесь учат танцевать. Говорят мы пеки-буки, как выносит нас земля. Дайте что ли карты в руки, погадать на короля. Свои двери школа раннего развития открыла для малышей в 1992 году. И почти сразу у нее появилось название. Его придумал концертмейстер Людмила Андреевна Иванова. Между прочим, она до сих пор здесь работает. Была очень смешная история. Поскольку, когда открывалась наша школа, у нас еще не было пианино. И она из дома привезла свое пианино. Оно было не настроено. И когда она начала играть, все подумали, что это пианино надо увозить обратно. Но Людмила Андреевна настояла, чтобы это пианино осталось здесь. И первое, что она сыграла, сыграла черепашку. И отсюда она сочинила сама гимн «Черепаха». И пошло название «Черепашка». С тех пор прошло 24 года. Анна Владимировна Рыдчикова педагог молодой. Но несмотря на это, помнит, что тогда было, поскольку является первой выпускницей черепашки. И хотя занималась она в школе для малышей всего год, этот год для нее стал поистине судьбоносным. А все благодаря своему первому педагогу – Любови Тимофеевне Онежко. Я больше любила черно-белый рисунок. Я помню, что Любовь Тимофеевна разрешала мне рисовать ручками, карандашами, красками. Ну, в основном мы рисовали красками, но там у меня все равно, может быть, не так получалось живописно. Поэтому она мне разрешала взять другие материалы, к которым как раз-таки потом у меня и появился больший интерес. Маша в садик не ходит, а поэтому главным местом общения со сверстниками для нее является черепашка. Здесь она не только научилась рисовать, писать и читать. Здесь у нее появились первые друзья и ответы на многие вопросы, в том числе, что такое дружба. Дружба – это тогда ты дружишь с девочками. Сегодня в школе раннего развития работает шесть педагогов и два концертмейстера. В принципе, там программы все комплексные. Все, что связано с черепашкой, это связано с развитием ребенка. Научить его учиться и проявить интерес к знаниям и к чему-то новому. Каждый год в конце апреля в школе раннего развития проходит выпускной. Ребята получают удостоверение об успешном окончании школы. Но Маши рано об этом думать. Впереди ее ждет еще один год учебы в черепашке. Эти дети, они более уверены в себе, когда они идут в школу, ну, уже в чем-то, чем те, которые к нам, конечно, не ходили. Не все, но, в принципе, наши более уверены, когда мы следим за выпускниками и смотрим, как они растут. Потому что у них есть опыт общения со зрителями, со сцены, когда они на праздниках выпускают. Постановка речи, когда их учат правильно говорить, как стоит. То есть, конечно, эти азы, которые даются здесь, они потом им пригождаются. Эльвира Лойров, Арсения Варвашина, Ивна Суджа Уборов и Дмитрий Смыслов. Специально для передачи событий. В середине февраля во дворце состоялась традиционная церемония вручения почетного знака «Звезда Созидания». Эта награда – общественное признание творческих успехов и высочайших результатов учащегося, его социальной активности и инициативы, организаторских или лидерских способностей. Подробнее о церемонии в материале Снежаны Павловой. Красная ковровая дорожка, золотые звезды, полный зал зрителей, музыка и аплодисменты. Во дворце состоялась 12-я церемония награждения почетным знаком «Звезда Созидания». Этой наградой отмечают творческих, талантливых и ярких детей, которые добились успехов не только в своих коллективах, но и активно участвовали в деятельности всего дворца. В этом году мы отошли от правил. Каждый год мы делали театрализованный праздник – вручение почетного знака. Ну а в этот раз мы решили придумать грандиозную церемонию награждения, как это делают во всех награждениях всего мира, чтобы ребенок действительно почувствовал себя звездой нашего дворца. В этом году обладателями «Звезды Созидания» стали 38 воспитанников дворца. Кстати, больше всего ребят среди них оказалось из художественного отдела. Чтобы награждение запомнилось надолго, режиссеры церемонии ломали голову не одну неделю. В результате началось все с загадочных конвертов, которые вручали номинантам. Лиза, Саша, мы приглашаем вас на награждение. На награждение? Круто! Впервые в этом году почетный знак на сцене вручали именитые педагоги дворца, за плечами которых много побед во всевозможных городских, российских и международных конкурсах и соревнованиях. Необычным оказался и финал. Гимн дворца в исполнении вокалистов арт-школы «Точка отсчета» неожиданно поддержали все воспитанники и сотрудники учреждения. Остается добавить, что имена обладателей знака «Звезда созидания» будут занесены в памятную книгу «Почета дворца». Снежана Павлова, Дмитрий Смыслов, специально для передачи события. Она может быть в виде лотоса или орнамента, из песка или ниток, но обязательно цветная. На ее создание порой уходит почти три месяца, но в конце ее все же разрушают. Что это? Произведение искусства или ритуал? О необычных узорах из песка узнавала Дарья Постникова. Песочный дворец Песочный дворец, или как ее еще называют, Мандала, это геометрический символ, который является моделью Вселенной. Мандалу часто называют «картой космоса». Ее внешний круг — Вселенная, внутренний — измерение божества. Квадрат между ними показывает стороны света. Мандалы мы строим по потребности. Речь идет о том, что когда мы видим, что, допустим, в обществе или в людях не хватает тех или иных качеств, допустим, дисциплины, поэтому мы призываем определенное божество, чтобы люди обратили на это внимание, тогда школу не опаздывали, если уж говорить, там еще что-то, чтобы уроки вовремя сделали и так далее, если уж говорить об этом. Мандалы можно делать из разных материалов, придавая им всевозможные формы. Она может быть плоская, а может быть и объемная. Это песочная мандала, а есть рисованные. Возможно, кто-то уже встречался вот с такими графическими изображениями, которые больше похожи на трафарет. Чаще всего продавцы рекламируют их как средство для успокоения. Я плиту мандалы из ниток. От песочных они отличаются только материалом и рисунком. Я стараюсь использовать разные цвета, потому что мандала должна быть яркая и позитивная. Но кто бы и как их ни называл, для буддистов мандала — это обитель божества. Ее не просто создают, а еще наделяют молитвами, а значит, благостью. Именно поэтому божество, которое там находится, приносит пользу. Так считают буддисты. Все в нашем мире имеет начало и конец. Поэтому мы должны понимать, что мы сами не вечные. Настроение у нас тоже не вечное. И поэтому, когда мы приглашаем божество, оно тоже не может быть в гостях все время. Любая мандала, в конце концов, должна быть разрушена, какой бы красивой она ни получилась. Часть песка раздается людям, часть преподносится нагам. Божествам воды. Почему воды? Потому что вода будет разносить песчинки по всему миру. А значит, польза от этой мандалы распространится на всех людей. По указу президента России, 2016 год объявлен годом российского кино. В связи с этим запланированы тематические мероприятия. Так, в Адмиралтейском районе 3 июля состоится кинопоказ. Он пройдет в рамках Санкт-Петербургского речного карнавала. Об этом нам сообщили в районной администрации. Продолжат тему Анастасия Емницкая и Арсения Варлашина. «Прибытие поезда» – самый первый фильм в истории человечества. Его сняли в 1895 году во Франции «Братья Люмьер». Чуть позже появился Чаплин. Маленький бродяжка в котелке и с тросточкой в руке смешил зрителей во всем мире. Язык жестов понимали в любой стране. Но вот появился звук, и эпоха Великого Немого умерла. Взамен зрители получили звуковое кино с шумами, песнями и живой речью. С этим изобретением не сравнится даже появление цветной картинки. Сегодня кинематограф предлагает нам не просто стать зрителями, а принять участие в событиях, которые разворачиваются на экране. Для этого достаточно надеть очки и окунуться в мир 3D. Что касается России, то наша страна подарила миру не только гениальных писателей и драматургов, но и кинематографистов, таких как Дига Вертов, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Андрей Тарковский и многих других. Все они сегодня входят в учебники по режиссерскому и операторскому мастерству. Пожалуй, сложно найти человека, который бы не любил кино. А сколько картин было разобрано на крылатые фразы? Вы знаете что? Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь. Здравствуйте! 2016 год в России объявлен годом кино. А вы любите кино? Конечно же! Обожаю! А вы не могли бы назвать вашу любимую кинофразу? Ребята придумал фантастическое четверка. Танцуют все. Какая гадость это ваша заливная рыба? А люди ели один рис и строили тоже из него целых три года. Каналья! I'll be back! Мы боимся того, чего не понимаем. Афоня, ты мне рубль должен. Редиско плохой человек. Будем искать. Люба, я вернулся. Хорошо плывет эта группа в полосатых купальниках. Пилите, Шура, пилите. Стоп, снято. Всем спасибо, все свободны. Лисичка-сестричка, волчок-серый бачок, зайка-зазнайка, мишка-косолапый, мышка-нарушка. Вряд ли у нас в стране можно встретить только одного человека, который не любил бы их, когда был маленький. Как жаль, что очень часто мы забываем о них, когда становимся взрослее. Наталья Щукина напомнит нам о жизни братьев наших меньших. Мы продолжаем нашу рубрику «Ребятам о зверятах». В прошлый раз я вам рассказывала о хомячках. На этот раз я хочу вас познакомить с шиншилой. Этот зверек тоже относится к семейству грызунов. Но почему он так называется? История его начинается с горных вискашей, которые скрестились с каким-то неизвестным науки звереком, и на свет появилась шиншилла. Первое упоминание об этом животном в книге было более 600 лет назад. Зверек был замечен в Перу. Ему было дано латинское имя «чинчилла». Первоначально шиншиллы были завесены на пушные фермы, так как это очень красивый мех, и первоначально они использовались для пошива богатых шуб, других меховых изделий. У шиншиллы очень высокая плотность меха. Именно поэтому в нем не могут обидать паразиты, обычно для других пушных животных. Шиншилла активна на ночное время суток. А еще, благодаря своему уникальному скелету, это животное может пролезать к вошьюзские вертикальные трещины. Если вы решили завести шиншиллу, не стоит искать подружку. Лучше всего в домашних условиях иметь одну шиншиллу. Потому что если случайно вдруг их трудно, ну, некоторые определяют, двух мальчиков или двух девочек, они все равно погрызут друг друга. И если, например, четырех, тоже их нельзя, потому что у них это вот очень развито. Эти пушистники относятся к семейству травоядных. В дикой природе они питаются злаковыми различными семенами, лишайниками, корой деревьев, а также могут полакомиться мелкими насекомыми. В домашних условиях шиншиллам необходимо выпускать их бегать, потому что когда они живут в колониях и на больших пространствах, они очень много передвигаются, они бегают. И чтобы дома у них не нарушен двигательный аппарат, их нужно ежедневно два раза в день выпускать, бегать по квартире. Как и сто лет назад, самым опасным для большинства животных остается человек. Спрос на мех шиншиллу привел их на крайне честное знамение. Сегодня во многих странах мира их разводят на меховых фермах, где ради шубы убывают электрическим током или ломают шеи. Чтобы сшить одну шубу, понадобится жизни 170 маленьких добродушных зверьков. В России шиншиллы появились благодаря своему чудесному меху. Но сейчас, в 21 веке, когда мы научились делать такие прекрасные искусственные материалы, давайте же сохраним жизнь этому маленькому зверьку. Мы еще раз поздравляем наш дворец со знаменательной датой и желаем ему дальнейшего процветания и творческих успехов. Это все, о чем мы хотели вам рассказать в этой передаче. С вами была Маргарита Шехторина. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!